вертикальный утилитарный подсумок пока первые серии про потому что выполнен из оригинальных материалов сделан он из материала спан дура или дюра стрейч твив 320 от компании brookwood по материалам у нас основная часть это дюра стрейч потом жаккардовая стропа мёрдок молнии и кей в расцветке койот значит и оригинальный ламинат 500 и кортуры ну и мёрдовский жаккард то есть в принципе внешне он выглядит так же как его родной аналог от first pier выполнены по большей части эксклюзивно для спецподразделений зеленых берет в сша один из самых на самом деле скандальных не в некотором роде подсумков вообще потому что по большей части ну на 90 на 80 процентов выполнен он из софтшелла но в этом его основная прелесть потому что он позволяет растяжимость этой ткани позволяет ему увеличиваться примерно в полтора раза и внутренняя организация позволяет ему быть как утилитарным подсумка так и например немалогабаритной аптечкой первого эшелона сейчас он смотрится очень стрёмно на самом деле из-за того что во первых у него нет практически жесткости второе это из-за того что в него помещено значит напоминаю самый маленький потому что он помещается всего на двух ячейках молли в ширину и 3 высоту и при этом по сути не мешает своим соседям что у нас сейчас находится внутри внутри у нас находится первое специальном отделении но в карманчике в эластичном подготовленный турникет аж так вот здесь я специально просто для объема добавил это шарфтруба значит два бандажа достаточно крупных на самом деле значит здесь у нас еще есть резиночки дополнительная петля и потом расскажу для чего она значит резиночки потом возможно шприцы и шприц тюбики и какие-то вот такие небольшие маркеры и вот этот вот отсек у нас отлично подходит внутренний карман он тоже из пандуры просто в койоте мы решили сделать который сможет может помещать турникет и отдельно например еще бандаж также то есть он тянется не тянется у него наверно только горловина но вполне себе он здесь отлично живет зачем здесь вот эта петля вообще предполагается что он используется в том числе как емкость для хранения капельницы даст ну стандартной капельницы она практически везде одинаковая кроме того сюда можно приделать треки ретрактор это такое подобие рулетки только вместо металлической полосы там шнур соответственно чтобы хранить вещи которые можно оттуда просто вытягивать теперь что касается вообще его тип растяжимости он очень емкий я здесь специально припас вот такую здоровую шапку она туда пойдет 1 и это мы заполнили только половину объема здесь у меня еще здесь есть куртка такая легкая совсем ветровка который достаточно хорошо пакуется из 70 нейлона мы это все сюда запихиваем и застегиваем и при этом материал материал принимает на себя большую часть нагрузки а молния при этом практически не растягивается то есть мы не повреждаем полотно молнии при этом у нас поместилось в общем то все у нас на самом деле еще есть небольшой запас даже спереди у него вот есть вертикальные такие жаккардовые малехи под них можно кроме того что они могут регулировать объем если вам нужно уменьшить объем соответственно стянуть подсумок кроме этого быть под них можно запихивать всякие полезные штуки я сюда пару раз наверно помещал турникет но проблема в том что эластический эластичный шнур не очень хорошо подходит для удержания турникета потому что цепляться начинают уже пряжки самого турникета вот эти они слишком широкие поэтому отличный подсумок для того чтобы хранить всякие мягкие вещи потому что запихнуть туда можно много чего достаточно внутренняя организация позволяет напомню использовать как аптечку первого эшелона и вообще в принципе в сложном состоянии он не занимает место вообще то есть он супер ультра плоский и носить пользуются очень комфортно